Когда люди узнают, что я из России, говорю Руссия, то все очень рады и хотят со мной пообщаться, зовут Ночой, Ночай. И останавливаюсь, общаюсь с ними, могу пофоткаться на их телефоны, но в основном у них телефоны все кнопочные. На улице плюс сорок градусов жиры, люди работают под палящим солнцем. Я сейчас нахожусь в институте, здесь университет, институт, это учителя и студенты, они приглашают меня к себе и им очень интересно узнать, где я был и что такое. И тоже удивляют, что я из России до сюда добрался по земле. Теперь я нахожусь в каком-то кабинете, и меня тут все спрашивают, в основном все одни и те же вопросы задают. А общаюсь я с ними. В общем, мой английский очень плохой. Это Афганистан, аптека. И я в этой аптеке в гостях. Вас когда-нибудь приглашали в аптеку в гости? Вот сейчас я нахожусь в аптеке в гостях. Привет, русские люди. Это мой друг, Джура. Таиб. Меня зовут Таиб. Да. Вот. Камьяр, камьяр. Камьяр, камьяр. Да? Ну вот, третий день моего пребывания в Афганистане. Впервые у меня какая-то опасность такая случилась. Вот. Этот человек ходил меня, заходил в магазины, брал там газировку, не платил за нее, меня угощал, себе брал. Потом в аптеке вот мы сидели. А потом оказалось, что его отец какой-то там, не знаю, шишка военная, и ему типа все в этом районе позволено. И он не хотел меня отпускать ни в какую. Сначала, говорит, давай подождем вот это. Потом прошло время, давай еще его подождем. И когда я собирался уходить, он такой, нет, 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 там сиди. И начались от него всякие предложения, типа там, давай прими ислам, что-то про Афгана, русскую войну говорили, что там. Ну, короче, какие-то скользкие темы начались. И когда друзья его приходили, уходили, он между ними как-то шутил. Я думаю, в мою сторону, ну, на своем языке. Кое-как от него вырвался и ушел. А то он предлагал и оставаться там, и все. Ну, в общем, кое-как я от него сбежал. Я думаю, лучше не засиживаться у таких людей в гостях. Мало ли что может случиться. Так, это пипо. Понял. Так. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я нахожусь в Азбекистане, в Афганистане я пробыл совсем недолго, потому что в Афганистане нужно постоянно где-то ночевать, у местных жителей нельзя ночевать, потому что запрещено, талибы объясняют это тем, что тебя могут похитить, и за тебя потом выкоп в лучшем случае просить будут. Еще что мне не понравилось в Афганистане, это то, что каждый человек говорит тебе, прими мусульманство, ты должен прямо сейчас принять мусульманство, вот, прямо говорит там, повторяй за мной вот эти слова. Если вы начинаете повторять эти слова, то это типа уже начало вашего принятия, вот, слишком как-то навязчиво, это тоже очень не понравилось. Ну, а так, в принципе, в Афганистане хорошие люди, пуштуны, я с пуштунами общался, общался даже с маджихедами, они тоже хорошие, вот, общался с маджихедами, они тоже хорошие люди оказались. Никакой агрессии не было, никакой злобы не было. Ну, вот в городе, где-то на рынке все равно встречал, например, очень много людей, и бывает там один-два человека, которые хотят тебя обмануть. Например, я ехал на риксе, да, и не знаю, сколько, сколько это стоит, я просто достал деньги в Афгане, там были сто, десять, пятьдесят, вот это разные, и показал ему, он выбрал просто сотку взял там и две по двадцать, сто сорок рублей, а провез меня, не знаю, минут десять. Ну, это как бы показалось дорого, потому что, когда я в следующий раз на риксе поехал, ну, тот вообще двадцать рублей с меня взял, получается, первый водитель рикши меня обманул, там, намного, вот, а так, очень дешево, там, очень дешевые отели, дешевые продукты, дешевые, все дешевое очень в Афганистане, хотел их шмотки, кстати, купить себе, так и не нашел их, ну, вот, и поэтому я решил с Афганистана, уехать, а еще между городами, когда ездишь с одного города в другой город, то там вообще кошмар, просто пустыня, ветер с пылью, с песком, ветер с песком, прямо в глазах летит, и везде такие эти, пункты обороны, вот это везде талибы, везде проверяют, талибы сначала, я первый раз, ну, как бы, немного боялся, проходил, когда мимо них, они вот так вот показывают, типа, иди сюда, такой, идешь и начинают у тебя проверять документы, рюкзак, прям все могут шариться в нем, спрашивают, кто ты, что ты, откуда, а потом уже, когда я в следующий раз вижу талибанов, вооруженных, ну, там, где-нибудь, у какого-нибудь поста, я сразу издалека такой, эй, ассалам алейкум, подхожу, короче, такой, Руссия, Руссия, здорово, 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 короче, и такой, и дальше, иду, и сразу дальше ухожу, говорю, майя, ямали, ну, типа, пока-пока, и все, они пока стоят, и в шоке, я дальше пошел, и они уже ничего не проверяют меня, ну, им уже кажется, что я, типа, местный, уже, ну, такой, типа, все нормально, вот, так что, лучше не бояться, и как-то посмелее быть, поприветливый, что ли, и тогда они тоже все с тобой фоткаются, могут без спроса прямо это, начать фоткаться, или видео снимать, и говорить что-нибудь, скажи на видео, если ты скажешь, там, Афганистан, Варигут, они такие, вау, такие прям все счастливые, вот, там погода вообще жаркая, 40 градусов было жиры, постоянно, причем, если в каких-то странах есть вентилятор и кондиционер, то в Афганистане, чтобы был кондиционер, это надо вообще поискать, они живут очень бедно, таких вещей, как кондиционер и вентилятор, для них это редкость, еще у всех кнопочные телефоны, чтобы у кого-то был там, айфона вообще не видел, вот кнопочные телефоны видел, еще сенсорные у кого-нибудь видел, да, но в основном это кнопочные телефоны, живут очень бедно, дети, уже там, им лет десять, они уже на рынке стоят и продают что-то, и я видел даже ребенка, там, не знаю, лет восьми, наверное, десяти, а он уже обувь чинит на рынке, представляете, потом еще есть всякие свалки, дети ходят с мешками и что-то выбирают на свалках в эти мешки, короче, очень бедная жизнь такая, ну я в основном не стал такое плохое показывать, я, когда где-то путешествую, я стараюсь хорошее показать, ну раз уж такая страна необычная, эксклюзивная, вот, так что если вы соберетесь вдруг в Афганистан, то приготовьтесь, что вам будут постоянно спрашивать вопросы, муслим ты или не муслим, ну, муслиманин или нет, а если нету, почему, прими, женат и не женат, сколько тебе лет, такие вопросы, есть ли у тебя родители, все вопросы однотипные, постоянно всем одно и то же надо отвечать, вот, афганский язык, куштунский, он похож на таджикский, я по-таджикски много слов знаю, и поэтому я мог объясняться с ними, и жестами, еще они очень хорошо знают английский, и, ну, многие, а я, как оказалось, плохо знаю английский, я думал, я все-таки могу по-английски объясняться, вот, куда дальше отправляться, я не знаю, я очень сильно устал, полтора месяца путешествую, и почти все полтора месяца, это жара, 40 градусов жары, я много прохожу, и морально, и физически все-таки подустал.